Ну а ещё один репортаж Евгения Поддубного из Сирии о том, что такое телесъёмка на войне. И о тех, чьими глазами мы видим сегодня то, что происходит на Сирийском фронте. Работа операторов по-новому, безусловная заслуга и приоритет команды Вестей. Эти люди всегда за кадром, такая работа. Но именно глазами Рубена Миробова и Александра Пушина, зрители ВГТРК, и видят боевые действия. Они работали в Сирии, потом на Украине, а теперь вновь в Сирии. Куда? За забор? За забор можно. Чё, я побежал? Давай. Более того, съёмочная группа, первая в мире, начала снимать войну вот так. При помощи беспилотников удалось документировать боестолкновения максимально подробно. Безусловно, коптеры использовали и ранее, но именно эти люди начали снимать эпизоды войны ежедневно при помощи вертолёта. Александр Пушин, оператор аэросъёмки. Использовать коптер в зонах конфликтов – его идея. Подготовка к полёту начинается с выбора места для взлёта. После этого мы достаём наш вертолётик и начинаем проверять все системы. Это стандартная процедура. Он не просто снимает. Делает это так, чтобы беспилотник не был сбит огнём с земли, а стреляют по нему постоянно. И здесь нужно учитывать высоту полёта, видимость, положение солнца. Ни один беспилотник, которым управлял Пушин, не был сбит. Подготовка к вылету не более пяти минут. Время в воздухе минут двадцать. Пять аккумуляторов – это пять попыток, которые есть для того, чтобы успеть показать главное. Камера записывает видео высокого разрешения. Уже потом, в ходе монтажа, можно увеличить изображение, чтобы увидеть детали. Камера воздушная съёмка на войне позволяет нам совершенно иначе взглянуть на боевые действия. Не только нам, но нашим зрителям. Это совершенно новый взгляд, совершенно новый подход к работе. Радиус действия вертолёта около двух километров, но оператор в любом случае находится на передовой. Только так он может видеть полную картину и реагировать на происходящее на земле. Есть множество нюансов. Нужно одновременно управлять вертолётом, камерой, при этом находиться на открытом пространстве. А это в условиях вооружённого противостояния часто опасно для жизни. Всё время бегать надо. На земле же снимает Рубен Миробов. Отработали в старом городе. Возвращаемся, пока не стемнело. Получается, что бой фиксируется максимально подробно. Технических вообще никаких сложностей нет, в принципе. С развитием техники так, на нынешнем уровне, всё в порядке. То есть главное успеть всё снять? Ну да. Среагировать и снять. Я сам на себя порой удивляюсь. Все лежат, а я снимаю. В итоге слаженная совместная работа этих людей. Зрители видят вот это. Реактивная артиллерия. Сирийский... Как разведчики из пустыни передают точные координаты позиций террористов так называемого исламского государства. БМ-21 «Град» — реактивная система залпового огня. Используется для того, чтобы уничтожить живую силу и технику террористов ИГИЛ. В кадре танковый бой, взрывы снарядов, наступление, отступление, разрушение, хроника трагедии. Эти кадры боевых действий, как антивоенный призыв. Вот наглядно. Лучше худой мир. Евгений Поддубный, Рубен Миробов и Александр Пушин. Вести неделя из Сирии.